Всем привет! С вами Роман Смирнов и это опять обучение по игре в Counter-Strike. Сегодня у нас будет D.N. Nuk. D.N. Nuk это вторая популярность по популярности карты в Counter-Strike. Третья идет Inferno и она будет в следующем выпуске. Давайте подождем пока запустится мир. Начнем с контртеррористов. Давайте забью мои команды, чтобы у меня было 16 тысяч и продолжим. Итак, давайте я вам расскажу сначала за контртеррористов, как играть. Это Респаун Контров. Давайте пройдем на Плант А и разберем там все поподробнее. Это Раздевалка. Это точка довольно редка. В играх используется редко довольно. Но когда нужно посмотреть вот эту зону, которая называется Длина, она используется довольно успешно. Мы сейчас только что по лестнице поднялись в Девятку. Девяткой названа она, потому что я не знаю почему, но в общем это Девятка. Вот эта область называется Мост. Кто-то называет ее по-другому, но... Вариантов названия куча. Но я называю ее Мост и в основном слышу, что Мост. Вот этот Кубрик, он так и называется. Кубрик, либо Курятник. Сюда спускаемся. Вот эта область называется Нулем. Вот эта область называется Скрипт. Названа она потому что... Потому что Скрипт. Да, как бы это глупо не звучало. Вот это вот. Вот этот Кубрик. Называется Мэйн. А вот это либо Каныга. От слова канализация. Ну не знаю почему так это названо, но... Либо Кишка. Ну Кишка понятно почему. Потому что здесь есть разветвление и все такое прочее. Давайте вернемся на точку А. Ну это понятно, что это Плант А. Здесь мы вышли на улицу. Ну улица потом понятно почему. Вот этот вот склад называется Ангаром. А в основном в Ангаре сидят люди с АВП и просматривают улицу. Но также хорошая точка при просмотре улицы. Это вот. Это вот эта точка. Ну только что я с ней упал. Она просматривает как раз часть улицы. Вот за вот этим ящиком область. Вот здесь. А также бочку. На бочку можно запрыгнуть с помощью присядки. То есть если вас кто-нибудь подсадит, вы без проблем сможете запрыгнуть. Давайте я запрыгну с помощью волшебной команды. Вот, мы запрыгнули на эту точку. И здесь довольно неплохо просматривать за террористов. За контров я не видел, что прям так наблюдали с этой точки. Ибо потому что до нее, во-первых, нужно дойти. И вы не один раз встретите врагов. Давайте перейдем на Плант Б. Мы сейчас в данный момент спускаемся в метро. Это называется вот метро. Так, сейчас мы переходим. Вот эта вот область называется Рукав. Вот мы вышли на Плант Б. Здесь водичка. Это темная. Темная она названа, потому что это темная. Самая темная область на карте, во-первых. Ну, помимо Каныги. А во-вторых, в основном, часто прячутся за ней после установки бомбы. И сразу понятно, если говоришь, на БФ темной. Ну, то есть понятно, где находится враг. Вот это разлетеление называется Усы. Ну, понятно, что влево, вправо. Усы, по идее, также растут. А мы в данный момент выходим на рампы. Рампами это названо, потому что здесь есть вот такой вот... под скейтборд спуск. Ну и, скорее всего, в честь этого и названа рампа. В данный момент мы выходим на радио. Радио понятно почему. Потому что, смотрите, здесь вот... всякие приборы, телефоны, карты... Ну, с радио. Мы вышли на крышу. Это, как вообще, называется крыша. И, в общем, понятно. Давайте теперь перейдем к просмотрам точек. Давайте разберем места, где самое выгодно сидеть с АВП. Конечно, это раздевалка, но она используется редко, как я сказал ранее. Но она также полезна с просмотром с АВП. Вот так мы можем смотреть с девятки. Курятник, выход. Вход в Каныгу. Часто проходит именно через скрипт. Ну и, в общем, с АВП здесь больше делать нечего. Ну, еще мейн смотрят иногда, но... А, мейн не очень выгодно смотреть. Улицу, в основном, с АВП, ну и не только с АВП, смотрят через вот эту точку. С моста. Как раз просматривается бочка. Крыша мейна. На нее тоже можно залезть, но с помощью бочки. И полностью вся улица просматривается довольно-таки неплохо. Самое излюбленное место АВП... АВП-шеров, или АВАперов. Называя... Ну, вот, как я вам рассказал ранее, это ангар. Здесь можно удачненько так присесть. И вот таким вот образом, резким нажатием на control, можно приседать. Думаю, вам видно, что я довольно неплохо смотрю за ящиками. Так же с помощью АВП смотрят рампы часто. Вот с этого места. А так же вот отсюда. Здесь мы как раз смотрим радио. И если кто-то выйдет, мы сразу его можем убить. Довольно удачное место, я считаю. Ну, и сам Б редко, когда смотрят. Именно, чтобы с начала раунда пойти на Б. Но бывает. И поэтому здесь стоят в основном в рукаве. Вот в этом месте. Смотрят выход с этой стороны. Ну, здесь немного неудачно, потому что у нас прикрытие маленькое. И кто пойдет оттуда, сразу может нас пристрелить. Мы здесь смотрим выход с Каныги. Ну, и это, я считаю, самое удачное решение, где можно сидеть. Так же неплохое место, но не с АВП. Можно выбрать вот здесь. Здесь мы садимся. И как раз просматриваем сам плант и вон ту верхнюю часть. Думаю, с контрами покончено. Давайте перейдем на сторону террористов. Вот мы начали за террористов. Это несложно догадаться то, что респаун террористов. И давайте здесь, как рашеры, пройдем с калашом. Это грузовик. В нем прячутся только самые нубастые нубы из всех нубов. Потому что либо те, у кого осталось, допустим, один хп, и они убежали просто из поля битвы. Здесь прятаться нет смысла, так как мы ничего не просматриваем. Просто прячемся и выжидаем, пока кто-нибудь, если недостаточно умный, пройдет на нашу респу и будет нас искать. Мы сможем его пристрелить. В общем, это место, пожалуйста, не используйте по возможности. Есть еще вот такое нубоместо, как крыша грузовика. Здесь мы можем немного просматривать улицу, выход и крышу. Довольно-таки неплохо эту точку простреливать запросто. Часто за террористов ходят на улицу, откидывают гранаты вот таким образом и в ангар. В ангар, чтобы зафлэшить, если вдруг там кто-то сидит, того зафлэшить и по возможности убить. Заходят в мейн в основном и сразу с приседи начинают простреливать девятку. Я не сказал бы то, что это довольно полезный метод, но работает он довольно часто. Потому что вот здесь с девятки вас не видно, там обзор где-то вот до этой полосы. И вы как раз приседаете и уже можете стрелять по девятке. Также, когда вы заходите, желательно пострелить вот это место, так как могут сидеть на лестнице вот здесь и просто выслушивать или вот здесь, то есть если вдруг, то кого-то убили. Ну, то есть, проходим сюда, ставим бомбу. Понятно, думаю. Второй проход по популярности на точку А, это через ноль и курятник, и через ноль и скрипт. То есть, мы вот так выходим, здесь открываем дверь и видим эту вот полосу. Вдруг там кто сидит, если что, убиваем. Пробегаем, убиваем на девятке. Это довольно-таки бесполезный выход, но довольно популярный. Не знаю почему. В основном, из-за скрипта можно довольно быстро попасть в кишку. То есть, выходим, постреливаем, падаем вниз. А вот, допустим, с курятника можно довольно выгодно выйти, посмотреть небольшую часть улицы. Сюда, допустим, откинуть дым. Представим, что это был дым. Дым здесь задымит вот эту площадку. Мы выбегаем, просматриваем сразу девятку. Если что, кого-нибудь убиваем. А также, вдруг кто-то сидит за вот этой машиной. Я просто не знаю, грузоподъемник, наверное. Здесь кто-то сидит, мы тоже его можем убить. И приспокойненько себе поставить бомбу. Перейдем к проходу на Б. На Б проходит двумя способами. Либо через кишку и скрипт. То есть, вот таким образом. Упали, вышли, выпрыгнули. Если никого нет, поставили бомбу, убежали. Сюда, допустим. Сели, ждем, пока придет народ. Кто-то пришел, мы убили. Отошли, допустим, в рукав. Или вот сюда, в кишку. И сидим здесь, наблюдаем. Второй проход, это через рампы. Он довольно опасный, но эффективный. Опасный он потому, что при выходе здесь мы можем наблюдать картину, как за нами следит авапер. И он сразу же сможет нас убрать. Также при выходе здесь нас может встречать человек, находящийся по ту сторону. И иногда сидят в усах. В усах невыгодно сидеть, но все-таки иногда сидят. Но здесь точно так же. Выбегаем. Смотрим сразу же каныгу. Если что, по возможности убиваем. Просматриваем. Прыгаем сюда. Смотрим тёмку. И смотрим точки дверей. Если мы кого-нибудь там убиваем, ставим бобу спокойненько. И прячемся, допустим, в ту же тёмку. И вот третий самый такой редко используемый проход. Это через улицу. Мы откидываем, допустим, улицу полностью. Флэшим, дымим. Делаем вид, как будто идём через мейн, допустим. И уходим через, допустим, ангар. Вот так. Или вот в обход. В метро. Заходим в метро. И точно так же пробегаем. Здесь редко кто сидит. Проходим вот так. Открываем двери. Смотрим, просматриваем. Здесь всё. Тут, тут, тут постреляли. Если вдруг что, ставим. Вот такие вот методы защиты и нападений я вам рассказал на карте ДНЮК. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вы хотите новых обучалок и обзоров моих подписывайтесь на канал. Все полезные ссылочки будут в описании. Всем пока. С вами был Роман Смирнов.